Менее двух месяцев назад звезда соцсети стала мамой в четвертый раз. У Марии и бизнесмена Игоря Головинского родился сын, которого назвали Владимиром. С недавних пор Мария окунулась в будни новоиспеченной мамы и теперь в ее блоге постоянно мелькают кадры с малышом. Блондинка признается, что не пользуется помощью нянь. На подхвате у нее мама, супруг и старшие дети от футболиста Павла Погребника. А сегодня маленького Володю посетила врач-педиатр. Многодетная мама пожаловалась на сыпи колики у сынишки. При этом Погребняк сняла процесс врачебного осмотра и опубликовала его в личном блоге. На кадрах можно увидеть лицо Крохи. Правда, речь не идет о крупном плане, поэтому подписчики затруднились сказать, на кого из родителей похож мальчик. К слову, Мария Погребняк быстро вернула себе былую стройность после появления на свет четвертого ребенка и не стала засиживаться в декрите. Многодетная мама ведет активный образ жизни и при этом успевает следить за собой. Забота о себе после рождения малыша – это не просто прихоть, а необходимость. Когда мы становимся мамочками, мир переворачивается. Приходит счастье, радость и, конечно, новые заботы. За этой суетой многие отодвигают себя на второй план, что и приводит к послеродовой депрессии. В России процент женщин, страдающих ею, очень высокий – от 15 до 45%. Сейчас те, кто сталкивался с депрессией, подтвердят мое мнение о том, что душевные страдания гораздо тяжелее физических. А ведь ребенок счастлив, если счастлива его мама. Имея за плечами опыт четырех родов, я точно знаю, что занятия спортом и правильный уход за собой помогают не только вернуть прежние формы, но и значительно улучшить настроение. Научно доказано, что физическая активность способствует выработке эндорфинов, гормонов счастья. «Если бы врач разрешил, я бы побежала в спортзал уже на четвертый день после родов. Но я начала с массажа и посещения косметолога. Теперь уже и в зал хожу и чувствую себя замечательно», – делилась 37-летняя звезда соцсети с подписчиками.